приветствую вас на очередном уроке курса полезные инструменты в этом уроке я расскажу об очень полезном инструменте особенно наше время это vpn вначале что такое vpn для чего он вам потребуется причем не важно какие задачи вы решаете в интернете то есть если ваш компьютер имеет доступ в интернет вы должны четко понимать что любой сайт получает о вас информацию личного характера то есть сейчас через интернет можно узнать о человеке все есть такое выражение найдем по ip это не пустые слова потому что у каждого компьютера есть адрес и по этому адресу сейчас можно знать не только где каком городе в какой стране в какой улице можно знать какой квартире живет этот человек и получать от этого человека личную информацию обратите внимание я специально сделал так чтобы было сообщение защита данных отсутствует если вы хотите защищать свои данные вам желательно использовать защищенное соединение vpn это и есть защищенное соединение параллельно как бы вашему имеющемуся открытому интернет соединению создается туннель vpn защищенное соединение изначально вообще-то vpn использовался для того чтобы защищать какие-то валютные операции которые производились банками но сейчас этот сервис пришел в массы использовать его можно по-разному если вы пролистаете сайт моего любимого vpn сервиса до конца можете посмотреть лайфхаки как используют ввн люди сейчас то есть покупают дешевле билеты защищает свои данные чтобы защититься от общественного вайфая через него чаще всего все воруется и так далее пощелкайте и посмотрите как сейчас можно использовать vpn я например очень часто использую vpn когда при попытке открыть нужный мне ресурс я вижу что-нибудь такого вот рода опять же этот ролик я записываю в рамках нашего тренинга специально для людей которые живут на украине на украине на данный момент заблокирован контакт социальная сеть именно который мы будем говорить в рамках нашего тренинга хотите получить доступ к контакту либо к какому-то сайту который не открывается вашей стране они открываются только потому что видят ваши данные видят что вы из россии или например из украины и просто доступ к этому сайту блокируется чтобы обойти эти блокировки чтобы защитить себя нужно использовать vpn vpn это самое простое и главное самое надежное решение vpn сервисов очень много особенно много зарубежных vpn сервисов потому что именно там проблема конфиденциальности проблема потери личных данных очень актуальна для нас она сейчас тоже становится актуальна я пользуюсь российским vpn сервисом они работают очень давно и главное что он очень просто и понятно устанавливается и очень прост и надежен в использовании плюс у него есть русскоязычная поддержка ребята очень дружественно если какие-то вопросы можно написать и вам помыл этот сервис платный но у него есть день бесплатного использования вот для того чтобы потестировать сервис рамках например нашего тренинга вам вот этой вот этого дня полностью хватит для того чтобы начать работать с сервисом необходимо скачать vpn приложение это можно сделать нажав вот сюда на скачать либо нажав на бесплатно либо можете вот прокрутить сайт чуть ниже дойти до раздела установить vpn приложение кстати слева будет прям написано короткая инструкция как этим пользоваться вся инструкция состоит из трех шагов первое это скачиваю самого пен приложение нажимаю на кнопочку скачать и пошел процесс загрузки в зависимости от того каким браузером вы пользуетесь как скачивается приложение в разных браузерах я рассказывал в курсе компьютерная грамотность в уроке как подключиться с компьютера конференции зум я сейчас нахожусь в браузере яндекс у меня программка скачалась в правом верхнем углу если бы пользовался хромом табанами скачалась бы внизу клиент скачался можно начинать его устанавливать щелку на программку один раз нас запускается и дальше идет очень простая инструкция нажимаю next соглашаюсь нажимаю install и жду когда программка установит компьютер вот программа установилась нажимаю финиш на рабочем столе вашего компьютера я свернул предварительно все окошечки появляется вот такой значок программы выполняю двукратный щелчок и программа запускается программа просит от вас ввести код я говорил что программа платная но мы можем получить этот код абсолютно бесплатно на один день что для этого нам требуется сделать вернуться в начало сайта нажать попробовать бесплатно и в поле ваша электронная почта написать адрес почты которую вы сейчас можете открыть я пишу почту яндекс и нажимаю получить код если это уже почта использовалась для у отправки кода и с этого и пи адреса вы тоже запрашивали код то повторно код вам не вышли нажимаю получить код на мою почту отправляется письмо иногда она может попасть в папку спам и сайт рекомендует вам ее проверить я перехожу свою почту под письмо у меня оно пришло во входящие от сервиса хайдми открываю это письмо и вот мой код я его копирую действовать он будет одни сутки приложение работает не только под windows работает и на android на маке сворачиваю окошко моя программка в поле код я вставляю код и нажимаю на кнопку войти происходит авторизация и сейчас от меня просят выбрать сервер видите эта инструкция которая находится на главном сайте нас все лишь из трех шагов вот сейчас я должен выбрать сервер сайт на который я хочу попасть заблокирован для россии поэтому я выберу ну например америка вот тут несколько серверов через которые я могу войти сервер это компьютер постоянно работающий в сети имеющий определенный адрес и я буду входить как будто бы из америки как будто бы из тампы или из чикаго и так далее давайте тампо выбрал нужный мне сервер у меня будет мой адрес именно тампы а не тот который у меня сейчас и и нажимаю подключиться подключение может занимать какое-то время первый раз у вас появится зависимости от версии вашей операционной системы вот такое сообщение то есть для работы vpn требуется дополнительное программное обеспечение которого нет сейчас комплекте вашей операционки но опять же в зависимости от ее от версии десятка может и даже не спросить значит вам необходимо нажать на кнопку установить иначе программа работать не будет нажимаю установить до устанавливается нужная программка и продолжается под процесс подключения сейчас идет авторизация и шифрование нашего соединения это иногда требует времени особенно при первом подключении ну вот я уже подключился но обратите внимание еще у меня не закончился процесс подключения то есть в поле где у меня должен появиться мой адрес вот он сейчас только появилось было написано синхронизация вот сейчас я получил новый адрес то есть сейчас все сайты будут думать что я захожу именно из америки и из тампы но давайте проверим сайт который позволяет узнать как вас видят другие интернет-ресурсы показывает ваш айпи показывается мой реальная пия сейчас обновлю страничку обратите внимание у меня абсолютно поменялся адрес то есть я уже не из россии я уже сша там по видите все очень круто у меня и провайдер у меня какой-то непонятный теперь я возвращаюсь на ресурс который был заблокирован для россии это же нажимаю обновить и вот начинает загружаться мой любимый один из моих любимых сайтов сериалов но сейчас роскомнадзор поблокировал практически все сайты с сериалами аудиокнигами и так далее но благодаря vpn доступу можно спокойненько продолжать пользоваться этими ресурсами говоря любому сайту что вы чисто американец сервисом hide me спрячь меня я пользуюсь очень давно как уже говорил в начале он очень понятный стабильно работающий с классной техподдержкой но сервис конечно платный и сейчас она на него увеличились но если вы покупаете на год то цена одного месяца конечно не такая уже и большая получается все зависит от того какие задачи вы решаете кроме hide me существует колоссальное количество других vpn сервисов есть абсолютно бесплатные сервисы но за любой бесплатностью что-то кроется чудес не бывает поверьте мне у меня есть опыт общения с подобными ресурсами и самое важное как вернуть свой реальный адрес то есть как вернуться снова в россию и и быть уже нечисто американцем для этого требуется нажать только на кнопочку отключиться происходит отключение все возвращается ваш реальный адрес вот обновлю страничку вот вернулся мой реальный адрес благодарю что досмотрели этот ролик до конца если будут какие то вопросы что то непонятно пишите в ответе на домашку либо связывайтесь со мной лично все координаты я оставлял и и и и